мы едем в юту второй раз за последние три года я надеюсь что в этих фильмах мне удастся показать почему но к делу в прошлый раз мы летели через лас-вегас в вегасе взяли машину и через три часа оказались в заян нэшнл парк однако ехать во второй раз по тому же самому маршруту мне показалось скучно и мы решили ехать фьюту прямо из дома подумаешь два дня езды тем более что в этой части штатов мы еще не бывали пора бы кажется посмотреть забегая вперед могу сказать что ничего интересного мы там не увидели к сожалению но опыт приобрели как известно опыт это то что мы получаем когда не получаем того что хотели ну вот а дальше маршрут наш был почти кольцевым заездом во все замечательные места южной юты и чуть-чуть аризоны на обратном пути мы поехали чуть-чуть по другой дороге было чуть чуть более интересно но чуть-чуть обо всем расскажу в свое время буди на то воля всевышнего следует добавить в моем возрасте да собственно и в любом и так дорога туда ехали мы через якиму и бойзе и практически единственное что нам понравилось по этой дороге это был театр в якима вот такой импозантный больше показывать на этом участке нашего путешествия практически нечего так ближе к югу стали видны отдаленные холмы красивые облака над ними где-то идет дождь живописно конечно но по нашему избалованному вкусу ничего особенного так пару раз я остановил машину чтобы поснимать но в основном для очистки совести ну вот к середине третьего дня стали мы подъезжать к salt lake city ехал я надо сказать не торопясь больше 700 800 километров в день не покрывал я теперь почти на пенсии пора менять темп ну вот холмы не чувствительно превратились в горы кое-где еще покрытые снегом через три недели когда мы будем возвращаться этого снега практически уже не будет ну вот к середине третьего дня мы оказались в аэропорту salt lake city где нам нужно было встретить родманов дело в том что два с половиной года назад приехав к ним в тель-авив после нашего путешествия в юту мы взахлеб рассказывали им о ютин их красотах вот эти снежные горы прямо на salt lake city я снимаю со стоянки аэропорта а моя жена таня на той же стоянке снимает меня а вот марина и володя надо сказать довольно бодренькие после длинного перелета из тель-авива ну вот дальше мы будем путешествовать вместе да и наверное надо предупредить самого начала что в этой серии я попытаюсь несколько изменить стилистику моих фильмов показывать буду медленнее чтобы можно было успеть рассмотреть все эти красоты зато трепаться буду меньше ну а о чем здесь собственно рассказывать здесь в основном смотреть надо можно было бы конечно подробно углубиться в геологию но наверное не всем это было бы интересно наше первая ночевка в городке филмор прямо у дороги за это и выбран на утро у тани первая проба пера не заржавела ли нет вроде не заржавела ребята снимают снег такое вот чудо природы и тут же отправляют снимки в израиль а это прямо во дворе а какой снимок таня сделала она при этом еще успевает волотьку плечом подпирать каковой волотька висит на заборе чтобы не сверзился ну можно ехать кажется в машине все разбились по интересам например маринка снимает природу а то не снимает маринку снимающую природу мы едем на юг по пятнадцатой дороге но вскоре мы с нее сворачиваем и становится интереснее потому что мы приближаемся к местам из-за которых мы собственно сюда и приехали мы начинаем поминутно останавливаться выходить из машины какие мягкие краски просыпающейся весны зеленая только намек какому и Субтитры создавал DimaTorzok Тане очень нравится снимать Володю, и не только потому, что он, зараза, оскорбительно фотогеничен, а и потому, что ему вот крикнешь «Стой!» и он останавливается, как вкопанный, где стоял. Удобно. А место ведь и в самом деле замечательное. Ну вот, время от времени и я в кадр попадаю, такой всклокоченный. Нет, прилизанный, но все равно чем-то недовольный. То ли дело... Вот умеет Танька схватить момент, черт возьми. Отвлекает, правда? Господи, ну и рожу скроил. Унесите. Мы проезжаем в очень живописный городок Панквич. Мы еще не знаем, что на обратном пути этот магазин спасет родманов, у которых кончились носители, и только здесь им удастся купить флешку. Ну вот, и только мы выехали из Панквич, как началось вот такое. Вот эти удивительные краски, свои отдельные в каждом уголке нашего маршрута. Уникальное место. Потому-то и приехали мы сюда снова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Время от времени какие-то фермы, либо гостинички вот на таком заднике. Вот такие структуки. Эти структуры характерны больше для Брайс Кэньон, чем для Зайон. Но мы сейчас как раз и находимся ближе к Брайс, чем к Зайон. В этом месте начинается кольцо, по которому мы едем. Соответственно, здесь же оно и кончается. В начале нашего путешествия будет Зайон, а в конце Брайс. Хотя между ними не больше полутора часов езды. Зайон, а в конце Брайс. 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 Продолжение следует... 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 На мой взгляд. На мой взгляд. На мой взгляд. В общем, вышли мы отсюда не скоро. Багаж наш несколько потяжелел. А кошельки, соответственно, похудели. Девочки еще по выходе из магазина вот такие тюльпаны сняли. Умеют же эти женщины найти прекрасное ну просто везде. Но нам пора взаим.